Так ему и надо. С другом интереснее, я думаю, так и будем считать. Итак, первое нам место. Вот это вот мы прошли. И вот тут слайд, о котором я говорил, про ракеты. Что были, конечно, инженерные системы механические. Вот она электроника, изолированные островки софта. То есть какие-нибудь микроконтроллеры, распинанные недалеко, то есть какой-нибудь компрессор и холодильная машина. И у компрессора микроконтроллер. Ну, там автоматически. Вот Software Intensive. Это какой-нибудь дистрибентер, который уже без софта не летает. Такая электрокемия, которая на прожута досадится. То есть она уже... В SpaceX непонятно, чего больше софта, из-за линии. То есть там все цифровое. А дальше, вот это граница современной инженерии. Вот она Network Intensive. И это еще и не за предел. Потому что дальше красненькая Enterprise Organizational Governance. Децентрализованная. И Governance, это как вы помните, очень интересное слово по-русски. Оно назначает по факту не управляемость, а поднадзорность, подконтрольность. То есть Corporate Governance, это чтобы не вывернулись из-под управления, из-под собственника. И это, замечу, очень классно. Потому что для нас внутрь, как бы безопасность еще тоже такая устроена. И это не управление, не конкурент. А дальше вообще начинаем. Потому что после того, как мы вышли за пределы предприятий, там же тоже еще есть, да? Среди общества, наложенные предприятия. Вот. System of Systems. Там вот мир. Еще раз. Что сказала системная инженерия? Она сказала, что мы вот сейчас вот тут, но дальше, вот тут уже пахнет System of System, мы продолжаем заниматься. Люди, прямо по слову, системные инженеры к 2025 году, кроме инженерного образования, у вас должно быть образование по конспектологии, по социологии, по психологии. Смотрите, это один код, союз системных инженеров, он прямо в мировой, он сказал, что ребята инженеры, а ну-ка, западку. И все у вас гуманитарные науки, вы должны пройти. Это не вместо инженерного, а вдобавок к. Почему? А потому что, говорит инженерия, у нас пошла таких систем, в которых есть внутри люди, и вы не можете обойтись чисто вашими инженерными знаниями. Поэтому будьте добры, добавьте. И тут уже отключали слова предыдущего докладчика, что хорошо бы вообще познакомиться с экономикой, с политэкономией. Я целиком согласен, потому что обсуждать системы, связанные с людьми, чисто с инженерной или программисткой, если не зависит, может, чисто хаторской какой-нибудь парадикой, невозможно. Человечество слишком большое, сколько оно придумало. И самое важное, что даже вот тут слова предпринятия не подлежит инженерии, вот чисто инженерии как ракету сделать, запустить. Это означает, что и да, оно не подлежит инженерии, и многое другое не подлежит инженерии, да? Оно складывается, эволв, оно постепенно появляется, вот как растение растет, вот его надо поливать. И там есть несколько таких метафор, сейчас в инженерии обсуждаются. Я этот слайд не стал уже вставлять, хотя, наверное, надо. Что инженерия вот совсем простых вещей, это вот часы. Шестеренки сделали, собрали, починили, вот часы они. Да? Папу. А второе, это когда вы как садовник. То есть контроль у вас, конечно, полный, но не совсем, потому что растет на самом, но вы ухаживаете, поливаете там. А следующее, это когда у вас какая-то система, вот тут слово «анархия» регулярно звучит, да? Когда вы понимаете, что вы-то, конечно, хотите влиять на эту систему, у вас какая-то инженерия, вот система-система, но вы не полностью владеете этой системой, и вы как листик. То есть если пожар, вы можете потушить, там, спасти корр леса, вот вы там и волку подняли, проконьера вы можете задавить, но вот каждый кустик взрастить, каждое деревце там вырастить, вы не можете, и вы должны понимать, что это три разных вообще режима, три режима производства, режима проектирования, потому что вы еще в городе садик, как садовник спроектировали, да? И там прополоть то, что растет где там, где надо, но лес вы вообще не можете даже проектировать, он как-то вот сам по себе, вы там сами по себе. И когда мы говорим о финтехе, то мы понимаем, что, я пытаюсь все время удерживать тему, как финтех, потому что это было в прошлом, на грани, то я понимаю, что финтех очень бодро разобрался с системами, которые можно спроектировать, запустить, подождать, вытащить, сделать следующий релиз, это они внутри корпоративные. Дальше пошли системы типа садовника, которые вы поливаете, когда они появляются, зарегистрированы там члены, даже центры. А дальше раз, и вы уже лесник, вот, и когда случается пожар, вот один лесник, а все горит, да? Легко ли заниматься финтехом? Да нормально, когда ты едешь на велосипеде, и ты горишь, и велосипед горит, и все горит, и ты в аду, вот. Вот это вот ровно лесник, который во время лесного пожара, он стоит перед лесом. И ровно поэтому я и говорю, что с точки зрения инженера, даже непонятно, что делать, но инженеры ставят, я возвращаюсь вот на этот слайд, инженеры себе ставят задачу, по крайней мере, в голову положить вот эту ситуацию, что бывают такие ситуации, как с ними будет работать инженер. Тезис доклада. У меня очень простой, что автоматизированная на 100% система, имеющая принципала, сейчас будет волк, способная распоряжаться какими-то ресурсами, не может выйти в диск, с ней нельзя договориться, ее действия нельзя протестовать, эскалация неудачи отсутствует, это означает, что такие системы будут. То есть люди в такие системы ходить не будут, потому что не больше. Риски очень большие. Ну, да непонятно, они будут вот спотыкаться на пороге, говорить, а, нет, и все, он его может пользоваться. Да, да. О, они будут говорить, три шага назад. Да. Просто на пороге, понятно, да? Так и есть. И это и есть огромная проблема, потому что, чтобы с этим разбираться, вам надо очень много менять, и мой доклад как раз называет полочери. Все такие вот вещи, которые надо менять внутри. То есть сам тип инженерии, например. Какие у нас есть виды системы системы? Поскольку системы систем там очень интересны. Как мы говорим, о простых системах, электрических, подложных, там все нормально, да? То есть у вас есть архитектор, у вас есть инженер, ну вот, как бы, системы часы. А когда мы говорим о системе систем, там все это исчезает, потому что этот тип систем определяется следующим образом. Это когда у отдельных систем есть свои хозяева, свои собственники. Это означает, что у них свои бюджеты развития, свои планы, свои чертежи, свой архитектор, свой инженер. И какое-то третье лицо вдруг говорит, что вот это вот все, вот вы, например, тут сидящие, каждый себе хозяин, вот я тут. Вот кто-то третий говорит, вот меня же сюда как-то приглашали, что вот мы должны составить тут систему на эти два часа и как-то сработать. Ну то есть вот этот план, как бы кого-то там третьего до нас довел, что от каждого требуется. Вот этот момент, он часто очень забывается, что не факт, что системы систем как-то могут неравидеть. Значит, первое, этот третий, какие вообще виды, вот эта американская армия, так просто, управляет этот деликат. Есть кто-то назначенный, и мы тут знаем, кто организатор. Да? Поэтому я говорю, если вы разойдете во мнение, читать мне доклад, следующему докладчику, как есть организатор, вот, какие нас, переволят вот этот самый диктатор, да? Самодумие. И это классно, потому что ситуация тогда не отличается с инженерной. Американская армия тоже думала, что у нас в такой ситуации, когда начальник штабула сказал, что когда у нас свой космический войска должны работать со своей разведкой, с морскими, тебе должны стрелять далеко, и танки, и все, и все на одной частоте, вот. Вдруг выяснилось, что американская армия не выполнила этот приказ. Как так, сказал начальник штабула? А как так? Коммуникация сложная. Да, не коммуникация, начали раскапывать, почему как бы такое работает? Приказ же. А выяснилось, что у них строчки в бюджете для родов поиск, это же объединенные штабы, у них строчки в бюджете, вообще говоря, через конгресс идут независимо. Дальше надо про них пояснять, да? Вы попадаете сразу в систему систем. А вы поменять, пожалуйста, меняете конституцию, назначаете главного, там, архитектора всех систем вооружения, да и вообще немножко большая система, чтобы одного главного, на всю армию назначить. И начальник штабула оказывается не в состоянии сделать это единственное. А что? Ну, мы сразу попадаем в ситуацию лесника, и ты можешь посоветовать разным родам воист, беседовать друг с другом, медленно, с ритмом как бы вывода и ввода в эксплуатацию систем, начинать как-то эволюционировать. Вот кто и точно, то есть вместе договаривает. То есть сразу ты попадаешь в какую-то эволюцию, вот в тот самый вечный джайл, причем многолетний джайл. Ну, там пришли сити-центрическая война сейчас. То же самое отнеслось к войне, то же самое отнеслось к разработке. Да. И мы попадаем в мир людей, а далее очень интересный момент. Дальше подтвержденные, это когда те хотя бы признают начальника штабу, а еще есть сотрудничещие, которые все договариваются по каждому чипу, но архитектора нет. То есть надо с ним собраться, потому что вы о главном не договорились. Понятно, да? Что вы просто игнорируете главную. Мы готовы там договаривать. Если понравится, то выполнить. Не понравится, не выполнить. Ну, какой-то протокол принятия решения. Может протокол, мы можем договориться, можем не договориться. Главное, договорились, протокол есть, но вот нет главного человека, который выполняет роль конструктора. Не нужно. А есть вообще дурацкие виртуальные виртуалы, в которых системы не знают, как друг от друга ничего не влияют друг от друга. А вот я вдруг решил, что город Москва, весь вот, все его жители, это система. Ну, они не знают, что я про них решил, но я про них думаю, что Москва это система, и попробуйте не возвратить. Что вот мы сейчас будем развивать жителей Москвы. Вот прямо отсюда, сочетанное. Я не знаю такого человека, который не думает. И ни одного. Он должно быть. Да, и ни одного. Вот это ровно вот так. Или так же. Мы сейчас будем развивать все стартапы страны, и вот они вот мечтают, прям спят проснуться и выполнить планы, заниматься пятью направлениями научно-технического прогресса, как определенно. Вот это всегда. И когда вот такие системы-систем начинают вараплить, а они начинают вараплить позиции любого, пользователя их, или там создателя, становится вот этот вопрос, как их чинить, да? Дальше опять вот мой тезис-доклад, что все очень хорошо, когда все хорошо. Но как мне в одном кулцентре рассказывали, что кулцентр работает как? Когда они делают обслуживание, вот сел уже к ним придет, как работает там, 95% они решают, ну, 20-30 часов, что они подребают. А остальное, 5% которые в них поступают, такие происшествия, которые требуют невероятного напряжения сил, все ресурсы, все сотрудники только этим занимаются, долго-долго разбивают, где-то что-то там на перекрытии, прошло, и 5% за них. Вот это вот ровно оно и есть. То есть все время что-то где-то парклик, и весь ресурс уходит на вот это. Совершенно непонятно, как их чинить, потому что у вас нет полномочий даже по починке очень часто. Кроме того, и некому сообщить про починку, потому что у вас нет диагностики. Ну, здесь система не ваша. Почему система с людьми относится вот к этому? Как у либертарианцев. Помните, самопреднадежность человека? Человек сам себе принадлежит. Все. Как только вы сказали, что человек принадлежит сам себе, это означает, что в любой системе, где есть человек, вы автоматом попадаете в систему систем. Я всегда рассказываю, вот тут меня просили байки приводить, да? Я рассказываю одну и ту же байку. Как отличить ситуацию, когда вы попали в систему системы, от ситуации инженерного проекта? Кстати, вы запускаете ракету на Марс, да? Вы ее спроектировали, ну, летит ракета, и вдруг левый ускоритель говорит, что-то я не верю, до Марса-то, зачеркиваю, Луна-то вот, летим к Луне, ближе, понятней. Други говорят, да ты что, может тут назначено на Марс лететь, ну, не верю, не долетим. Опять же, мы делаем литерариты, летим к Луне, начинает северку к Балтеру, и сам там тихонько выключается, говорит, что если я работать не буду, то может точно не долетим, тогда все вместе полетят. Вот, в системах из людей это штатная ситуация, то есть, когда вы делаете какой-нибудь дау, где вы делаете какую-нибудь систему платежную, там есть какие-то люди, вы ровно вот в этой ситуации, что кто-то, вот все летят на Марс, а вот он хочет на Луну, потому что он просто не верит. Или наоборот, он верит, что все летят на Марс, ему надо, чтобы все летели на Луну. А поскольку люди самопринадлежны, то вы ничего не можете сделать, он не признает вас как архитектора и наоборот говорит, что это? Вводные ресурсы тут ходят. Причем он себя не считает архиклиентом, как вы помните, в Даван, наоборот, защитник человечества, вы должны меня заплатить за то, что я вам показал, как жить. Хорошую сумму, кстати, назначена. Нормальную. На сохранение статус-кво и идеал. И вот, как их чинить быстро, как развивать, это непонятно. Причем, чинить и развивать, как вы понимаете, это одно и то же. То есть, смотрите, я все время рассказываю о том, что моя забота не про то, как все работает штатно. Моя забота, что происходит за пределами эксплуатации этих систем и что ключ вот там. В рамке проекта надо включать разработку, починку, изменения, и что изменения всегда будут, и починка всегда будет. Их надо рассматривать. Как компрометируется система не в тот момент, когда она работает, а как компрометируются те люди, которые ее разрабатывают. Есть ли они вообще, и как они автоматизируются, и люди ли это. То есть, там интересные вопросы. Вот, какие минимальные времена нам надо рассматривать в ходе работы системы. В ходе работы системы нас, конечно, интересуют, вот когда БОПы, Алиса вышли в поле и работают, взаимодействуют, это интересно, когда сделки происходят, регистрация идет, блокчейн прирастает, подписывается все. Дьявол побери, это же так интересно. Мой поинт, что это один специальный момент. Да, он находится где-то в будущем, это вот эксплуатация, и он спрятан облаками, и нам надо вот прозрить его. Это одно из трех времен. Второе время какое? Второе время, это весь жизненный цикл. Вот это вот все. Значит, вы должны удерживать в уме. С одной стороны, время эксплуатации, как выделенное, то есть, как будто система уже работает. Да? С другой стороны, вы должны рассматривать весь процесс. А какой процесс, когда у нас сплошной инжайл, люди приходят, люди уходят. Ну, а надо? То есть, понятно, да? Там непонятно, там сетевая система, вы делаете сеть. А тут то, что ее разрабатывают, оно такое же аморфное, а я говорю, что а надо как-то удерживать этого внимания одновременно. В чем, в системной инженере так и учат, что вот одно без другого не бывает. Выдовательно, менеджеров учат учить, чтобы они удерживали вот ту целевую систему, потому что обычно инженеры ее удерживают. А инженеров учат удерживать систему деятельности вокруг. И понятно, что самые талантливые организаторы, типа, там виталика не удерживают то, ну поэтому, когда что не так, все бегут вот к таким людям, которые одной ногой менеджеры, другой ногой инженеры и могут договориться. В системном подходе просто учат, что это вот из коробки должно у каждого работать. То есть, сазами должны разбираться все. Этого мало, потому что есть еще так называемое методологическое время. Это время, когда вот мы смотрим, рассматриваем этот жизненный цикл, находимся вот в этом зале и обсуждаем, что там у нас в разработке. иногда это называют рефлексивная позиция, методологи тоже. Я попробую, по-фростому говорю. Вот есть время, когда обсуждаем, как разрабатывать, есть время, когда мы разрабатываем, есть время, когда разработанное работает. Вот минимально три вот этих вот времени надо учитывать. Ну, как бы тут не только разрабатывать, но как бы все вместе. Смотрите, как тут интересно нарисовано, что, когда я смотрю на жизненный цикл, инженеров так учат, что от начала до конца. А если там проект, ну, проект это часть жизненного цикла, но у инженера в голове должно быть полное время. У меня сейчас предприятие, у которого маленький кусочек, и они мне говорят, как ты можешь заставлять нас держать все в голове, когда нам платят только за часть. Платят всегда за часть, но способ всегда есть, вам показатель, что вы будете удерживать в голове, что вы не получите денег за эту часть. Вот это вот такая проблема. инженера всегда все три времени. Вот, собственно, это я уже вам рассказывал. Есть время разработки оргсистем, есть проектные аварии, причем оргсистема, я уже говорю, система с людьми, система деятельности. Есть проектные аварии, есть запроектные аварии, когда ваша деятельность вдруг развалилась по разным причинам. Атанкротик, если вы, хакер напал, войска вбели, форс-мажоры, да? Главное, что есть запроектные аварии, то есть те, которые не учтены в проекте. То есть я сидел, как криптограф долго про Алису Боба договаривался, у меня все идет штатно, а потом, я говорю, приходит марфа, которая не была в моих расчетах, и все идет право. Вот. И тут те самые резиленции системы, ну и люди. Чем отличаются люди от механизмов или от софта текущего? Они продолжают запроектные режимы что-то делать. То есть если у вас косинка, и случилась война, то она продолжает что-то делать. Совершенно не обязательно она будет выбивать билетики в кассе. Но она что-то будет делать. Может она возьмет деньги, например, с кассы и убежит. Но скорее всего она с кассой что-то будет делать. Может сохранить хотя бы вытаскивать. Может она реально продолжит еще 4 билетика, потому что там прохочек далеко. Может она предупредит очередь. Ну понятно, что она начинает что-то делать не по сценарию, не по инструкции. Вот это важная точка людей, что автоматы обычно делают только то, на что они настроены. Вот такие тупые автоматы. Поэтому если вы что-то автоматизировали, вы теряете вот это вот свойство. Вы сразу теряете работу за проектных режимах. А мое требование, чтобы вы вставляли туда средства, как бы явно описывали работу за проектных режимах. Почему выживают всячески закрытые блокчейн-системы? Потому что в них абсолютно понятно, что делать и к кому обращаться в случае за проектных аварий. в проектном режиме все нормально, он работает так же, как обычно блокчейн, а потом что-то ломается и понятно, где тот наш местный витамик, который все развалит. И он либо все вырубает, либо меняет версию, либо понятно, что происходит с учетом. И люди хорошо с этим работают, потому что это отвечает на их вопрос. А системы, которые анархия, они не отвечают на эти вопросы. Я говорю, вот, все в этот момент напрягаются. Смотрите, я обсуждаю вроде бы все те же самые проблемы, но поскольку обсуждают в другом языке, то немножечко новые стороны открываются. Собственно, в этом, наверное, и цена эта планка. Значит, это я вам уже рассказал, это я вам уже рассказал. Значит, давайте рассмотрим. Вот работа с потоком. Значит, я взял вот эти вот три штуки из системной схемы всего проекта. Только то, что связано с предпринятием, и говорю, что вот там, где у вас работа, там у вас всегда может быть работа с потоком. Значит, дайте люди, представляют собой деятельность, как идет какой-то поток операций, вот туда информации, запчастей, а вот туда окружаются артуры и результаты деятельности. Встречный поток гораздо интереснее, потому что если отсюда вылезают результаты деятельности, то как вы считаете, что идет вот с встречным потоком? Запрос. Спрос, то есть. Ну, спрос, а как бы за спросом что идет? Спрос товара или что? Спрос, а вот идет да, 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 а вот как бы что вот приносят люди, которые вот сюда? Они что же в обратную связь? Деньги. Ого, единственный человек догадался. Они дают деньги, они получают результаты вот этого всего. Это supply chain, вы же понимаете, там отруды естественных ископаемых, да, полезных ископаемых. А тут вот выходят высокотехнологичные, не знаю, сделки, там, системы, сервисы. Вот, они деньги приносят. И чем больше вы пропустите сюда поток, да, тем больше они пропустят сюда. И вот тут это очень хорошо считать, потому что обратным счетом вы буквально по каждой вот этой ячейке вот если сюда какие-то деньги, вы прям можете расписать в долларах или в рублях, потому как удобнее, да, сколько бы досело, сколько приходится долларов на каждую бредочку. Вот это сухая чай, нормально что-то. Это и есть правильный и процессный подход. То есть есть шаги, автоматизируется это на раз. Вот пол, вот мне говорили, вот же системщик, это как раз вот сюда сатыки делают. Весь процессный подход, сертифицированные проектные управляющие, все менеджеры, они вот вот тут. То есть менеджеры работают, как ни странно, не столько с командой, сколько вот с этим. То есть командой сработать, назначить кто-то, что ответственно, это фактически их рассадить вот в этот конвейер. Как их рассаживать? Ну да, там надо спросить инженеров, потому что менеджер понятия не имеет, как надо рассадить на конвейер людей, чтобы в конце вышла законченная работа. все время инженеры спрашивают а кто еще надо? А нам красить надо или нет? Инженеры говорят надо красить. Опа! И оборудуют место для краски. То есть капитал, они спрашивают, какие станки нужны. И делают рабочие места. И мы что говорим, что это понятно, что это поток, но нас это никак не продвигает. Оно продвигает как? Все очень хорошо, если поток течет. Смотрите, а если не течет? Если что-то тут старвалось? Все, что может сделать менеджер, он говорит, о, глянь, тут взорвалось, тут запрудан. Это означает, там что-то не течет. Что делать-то? Все. Дальше непонятно, что делать. А если agile? Если agile, вообще тут ничего сказать нельзя, потому что ты не видишь этого потока. Хотя все книжки по agile, они в терминах flow, дайм, flow. То есть они пытаются изобразить потом там даже где нельзя его с кем написать. Вышел дядька Дидс. Мы с ним пили чай. Несколько раз в России даже встречались. Нижний коврый, и он написал книжку Enterprise Anthology. Он сказал, что предприятие является именно тем, что отличает предприятие от просто кучки людей. Отличает, он сказал, то, что признак плавки, то, что люди там организованы, а не просто кучка людей. Что такое организованы? Значит, организованы это то, что они дают обещания друг другу и принимают работу друг у друга. И вот тот самый поток, он говорит, то, что айтишники чем занимаются, он не отражает вот этого факта. Потому что поток он вне организации и если вы не скажете кто там за что отвечает, что они пообещали, один пообещал делать, второй пообещал заплатить, третий пообещал что-то отсюда взять туда положить, если бы они не обещали работать в этом конвейере, ничего не будет. Он говорит, и делимитарная единица деятельности отличается от единицы деятельности в процессе. И она у него называется транзакция, он придумал свой язык, и он говорит, что производственный факт желателен, то есть кто-то что-то захотел премьет, это исчезли, вы